Современная русская литература Ну и произведения возвращенной литературы, литературы так называемого письменного стола, произведения писателей разных волн и миграции. Другими словами, это произведения, написанные или впервые опубликованные в России с середины 80-х годов XX века и до начала 3-го десятилетия XXI века. Чтобы разобраться в этом изобилии, необходимо иметь представление о направлениях, течениях, методах в современном литературном процессе. Если в период оттепели и застоя приветствовался лишь метод социалистического реализма, то современный литературный процесс характеризуется сосуществованием различных направлений. Вот давайте кратко познакомимся с ними. Постмодернизм. Он охватывает временные рамки с начала 70-х годов XX века по началу XXI века. Его опознавательные знаки – это, прежде всего, отказ от какой-либо иерархии. Стерты границы между высоким и низким, важным и второстепенным, реальным и вымышленным, авторским и неавторским. Сняты все стилевые, жанровые различия, все табу, в том числе и на ненормативную лексику. Отсутствует почтение к каким бы то ни было авторитетам, святыням. Отсутствует стремление к какому-либо положительному идеалу. Важнейшие приемы – гротеск, ирония, доходящая до цинизма. Произведениями, положившими начало современной русской постмодернистской прозе, традиционно считаются «Пушкинский дом Андрея Битова», «Москва петушки Ерофеева», «Жизнь насекомых Пелевина». Неореализм, то есть новый реализм, охватывает 80-е и 90-е годы XX века. Это творческий метод, который опирается на традиции и в то же время может использовать достижения других творческих методов. Легенды, миф, утопия органично соединяются с принципами реалистического познания действительности. Наиболее отчетливо тяготение к буквально понятой реалистической традиции проявляется в массовом криминальном чтиве. В детективах и милицейских романах Александры Марининой, Фридриха Незнанского, Чингиза Абдулаева и других. Неонатурализм. Здесь описывается жизнь дна. Показательно то, что жизнь дна интерпретируется не как другая жизнь, а как обнаженная в своей абсурдности и жестокости обыденность. Это зона, армия или городская помойка. Все это социум в миниатюре. В ней действуют те же законы, что и в нормальном мире. Граница между мирами условна. И нормальная повседневность часто выглядит внешне облагороженной версией свалки. Это, например, произведения Сергея Каледина. Смиренное кладбище, струльбат, Олега Павлова, казенная сказка и другие. Неосентиментализм. Новый сентиментализм. Главный предмет изображения в этих произведениях – частная жизнь. И часто жизнь интимная, осознанная как основная ценность. Это так называемая женская проза. Людмила Улицкая, Каза Скукотского, произведения Галины Щербаковой. Постреализм или метареализм. Берет свое начало с 90-х годов прошлого века. Для этого литературного направления характерны поиски истины, подлинных ценностей, обращения к вечным темам или вечным прообразам современных тем. Любовь, смерть, свет, земля. Материалом служит история, природа, высокая культура. Просто постреализма внимательно следуют сложные философские коллизии, которые разворачиваются в ежедневной борьбе маленького человека с безличным житейским хаосом. Писатели-постреалисты – Людмила Петрушевская, Владимир Маканин, Сергей Довлатов, Ольга Славникова. Пост-постмодернизм развился на рубеже XX и XXI веков. Характерными особенностями русского варианта этого направления является новая искренность, новый гуманизм, новый утопизм, сочетание интереса к прошлому с открытостью будущему. Яркий пример произведения Бориса Акунина. О чём же пишут современные русские авторы? Ведущими темами в современной литературе является автобиографизм. Например, в произведениях Александра Чудакова «Ложиться мгла на охладные ступени». Новая реалистическая проза представлена в книгах Владимира Маканина «Андеграунд» или «Герой нашего времени» Людмила Улицкой «Медея и её дети» Казу Скукотского, у Дмитрия Быкова в орфографии. Военная тема в современной литературе представлена, конечно, Виктором Астафьевым и его произведениями «Весёлый солдат. Проклятый и убитый». Судьбы литературы русской эмиграции третьей волны показаны у Войновича в «Монументальной пропаганде», у Василия Аксёнова в произведениях «Остров Крым», «Московская сага», у Сергея Довлатова в «Заповеднике иностранки», у Александра Солженицына «Бодался телёнок вздуба». Трансформация истории в современной литературе привлекает таких авторов, как Сергей Абрамов в произведении «Тихий ангел пролетел», у Валерии Золотухи в «Велирком походе за освобождение Индии». Фантастик, утопия и антиутопия пользуются сейчас повышенным спросом. В этом направлении пишет Дмитрий Быков в один из последних его романов «Оправдание». У Юлии Латыниной произведение «Ничья». В современной литературе происходит сейчас возрождение детектива. Широко известны Дарья Донцова, Борис Акунин, Николай Леонов, Александра Маринина, Татьяна Полякова и другие. Подробный анализ всех русскоязычных художественных произведений, написанных за последние приблизительно 20 лет, конечно, проблематичен. Целесообразно поэтому обратиться к ныне существующим негосударственным литературным премиам и к списку лауреатов, чьи книги месяцами возглавляют рейтинги продаж книжных магазинов. К ним благосклонно относятся критики. О них лестно отзываются знаменитые писатели. Но главное, их книги стали важными событиями в культурной жизни страны. Есть три основные негосударственные литературные премии. «Русский Бокер», основанная премия в 1992 году, «Национальный бестселлер» 2001 год и «Большая книга» 2005 год. Возьмем для удобства произведение тех авторов, что есть в нашей библиотеке. «Русский Бокер» был присужден Михаилу Елизарову за роман «Библиотека». Роман, за который автора обвиняли в романтизации и мифологизации советской эпохи, с чем сам автор не был согласен. Как он писал. «Мне захотелось поговорить о той стране, где существовали какие-то другие ценности. Конкретно в тексте Советского Союза нет. Там есть просто человеческие отношения. Та достойная форма поведения, которая при нынешнем капиталистическом строе, совершенно утеряна. Сейчас же кризис не только финансовый, но и человеческий. А критики цепляются к деталям, пытаются запихнуть текст в жанр пародии. Соответственно, роман сочетает в себе реалистические и постмодернистские черты. Также и сам жанр называют и философской притчей, и боевиком с элементами социально-научной фантастики, и романом-идеей, и историческим романом. В 2020 году у автора вышел роман «Мультики». Впечатляющая метафора перестройки. Роман-комикс, по сути, является собой классическую для русской литературы модель романа воспитания. Только наоборот. Начало очень яркое и динамичное. Из типичного послушного, тихого и хорошего мальчика под влиянием плохой компании вырастает страшное быдло. История рассказана им самим. Место действия окраина промышленного мегаполиса, где он вместе с дворовой шпаной зарабатывает деньги на показе мультиков, зазевавшимся гражданам. После одного такого неудачного показа Герман, главный герой, попадает в детскую комнату милиции, где к нему приходит странный человек с диапроектором, его перевоспитатель. И вот тут начинается что-то странное. Реальность подменяет мистификация. Пространство и время мутируют. Нарисованный мир диафильма оживает, обнажая бездну. Следует предупредить читателей, что автор склонен к использованию ненормативной лексики. Премию «Национальный бестселлер» получил Захар Прилепин за цикл рассказов «Грех». Это роман в рассказах. Вышел в 2011 году. Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные в смутных девяностых. Незаметное превращение мальчика в мужчину. От босоногого детства с открытиями, троедиями к нежной и хрупкой юности. С первой безответной любовью, к пьяному и дурному угару молодости, к удивленному отцовству, с ответственностью уже за своих детей. Грех – это и любовь, веселье и мужество, пацанство, растворенное в крови. И счастье, тугое, как парус, звенящие лето и жадная радость жизни. Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка. Название не случайно. Автор затрагивает важнейшие проблемы, и среди них выбор человека между добром и злом, счастьем и страданием, Богом и грехом. Реалистическое начало здесь тесно уживается с романтическим. Жёсткое, брутальное, сентиментальным и речным. По мнению Дмитрия Быкова, Прилепина трудно отнести к какому-либо направлению. Прежде всего из-за того, что он добрый писатель, что тоже очень большая редкость сегодня. В 2015 году увиден в свет его новый роман «Обитель», по которому был снят телевизионный сериал. Это произведение удостоено премии «Большая книга» и «Книга года». Перед нами Соловки. Конец 20-х годов прошлого века. Молодой человек, 27 лет от роду, оказавшийся в лагере. Перед читателем распахивается величественная природа, на фоне которой представлен клубок человеческих судеб. Трагическая история одной любви и история всей страны, отражённая в этих людях. Эта книга имела невероятный успех. Премия «Большая книга» была вручена Льву Данилкину за книгу «Ленин. Фантократор солнечных пылинок». Жанр – биография. Автор так сказал о названии. «Для меня это не бессмысленница». Солнечные пылинки – это как раз из ленинских конспектов Егеля. Душам есть солнечные пылинки. То есть солнечная пылинка – это свет и тьма одновременно. Это хорошая, мне показалась метафора, для ленинского метода. Диалектика – единство и борьба противоположностей. И прозрение, и ослепление, и истина, и террор, и материя, и дух. Фантократор отсылает к теме власти, но не только светской, но и над душами. Ленину пришлось оказаться во главе революции, не только социальной, но и религиозной. Ленин был обычным человеком, но его воспринимали как мессию, который должен освободить, спасти мир от капиталистического апокалипсиса. И об образе Ленина в книге он пишет. «Важно не путать меня и рассказчика. Это я, автор книги, отношусь к Ленину теплом. Но в книге сконструирован рассказчик, который к Ленину относится как всем, не как или скептически, но хочет понять, кто такой Ленин. Он сначала относится к своему персонажу с явной иронией, но ближе к финалу, по мере того, как он узнает о нем, иронии становится меньше, а уважения больше. Автор изучил 50 томов полного собрания сочинений Ленина, проехал по всем возможным ленинским местам, реконструировал по воспоминаниям очевидцев все конфликты, схватки, стычки и политические боестолкновения, в которых был замешан Владимир Ильич. И написал биографию Ленина, какой еще не было. Когда изучением ленинской жизни годами занимались десятки научных институтов, о такой к ней приходилось только мечтать, Ленин по Данилкину прежде всего гениальный поленист и политический тактиль. Его главный талант – умение находить слабые места в аргументации оппонентов, а в какой-то момент и в системе российской власти, и бить по ним без промаха. Автор сознательно выводит за скобки вопрос о моральной оценке и исторических последствиях этого дара. На страницах остается живой, наэлектризованный портрет человека, наделенного диким азартом и молниеносной реакцией. Кажется, автор не столько ставит Ленину за слово создание страны, в которой мы живем, сколько сожалеет, что в созданной Ленином стране эти качества встречаются так редко. Нельзя обойти стороной такого писателя, как Евгений Водолазкин, написавшего романы «Лавр», «Авиатор», «Брисбен», сборник повести и рассказов в совсем другое время, «Сестра четырех», сборник драматургии. Он профессор по древнерусской литературе, научный сотрудник Кушкинского дома в Санкт-Петербурге, ученик Дмитрия Лихачева, настоящий петербургский интеллиент. Теперь он не только один из самых многообещающих авторов современной русской литературы, но и один из самых известных. В редком магазине, не увидящий его книг, имя Водолазкина, в лидерах по запросам и в библиотеках. В 2019 году он буквально ворвался в литературу с романом «Лавр». Уже в следующем году роман получает две самые значимые отечественные премии «Большая книга» и «Ясная поляна». В течение двух лет становится популярен и за рубежом. Сегодня «Лавр» переведен на 23 языка. В книге сошлось всё, что ждали и взыскательный критик, и читатель, хорошая история о средневековом целителе, богатый язык, своя особая стилистика. «Лавр» стал откровением для многих. Книга заставляет задуматься о жизни, о цели, помогает по-новому взглянуть на некоторые аспекты бытия, даёт силы легче относиться к трудностям. По отзывам читателей, «Лавр» — это одно из самых лучших произведений современной литературы. Водолазкин сразу же стал самым обсуждаемым писателем в стране. Литературная премьера весны 2016 года вышла под названием «Авиатор», а рисунка для обложки книг сделал художник Михаил Шинякин. Она получила благожелательные отзывы в прессе и в итоге премию «Большая книга». В 2020 году появился сборник пьес «Сестра четырёх». На суд читателей автор представил четыре драматургических произведения, среди которых есть и написано, что называется «По горячим следам» об эпидемии коронавируса. Вы можете оценить его творение, как драматурга, ознакомившись с этой книгой. По мнению Евгения Ермановича, «Серьёзная литература» снова вышла на авансцену. У читателей возрос к ней интерес. Евгений Водолазкин один из тех, кто обогащает и развивает литературу в новых направлениях. В своих книгах он поднимает актуальные вопросы. По духу и глубине его текста не уступают классике. Произведение автор понравится вдумчивому читателю. Любовь к его творчеству возникает с первой главы, с первых слов героя. Его книги настоящие, заслуживающие серьёзного к себе отношения. В каждом буквально романе интересный сюжет, богатый язык, изящный слог, прекрасный стиль. И каждый серьёзный читатель получает неожиданное послевкусие и удовольствие от чтения. У автора нет ни одного лишнего слова. Ценители его творчества отмечают, что книги Водолазкина порождают очень много оттенков чувств и эмоций. От ужаса и негодования до восхищения. В них присутствует лёгкий и приятный юмор. При этом сами по себе книги печальны. Книги о любви, об истории, о времени, о людям, о цене и ценности жизни, о вере и верности, о том, что первое даёт силу для второго. И, конечно, о тайне, которое кроется в глубине текста. По мнению Водолазкина, в каждом своём произведении писатель должен приоткрывать тайну. А приоткрывает тайну Водолазкина вместе со своим читателем. И в то же время автор оставляет некоторую недосказанность. В этом и заключается главный писательский талант. Несмотря на то, что книги Евгений Водолазкин с некоторым оттенком грусти, в то же время они невероятно светлые, тёплые, душевные. Словами главных героев автор высказывает свои очень глубокие мысли. Их невозможно просто пробежать глазами по тексту. Их нужно прочувствовать. Только тогда от романа останется задуманное автором впечатление. Потрясающее владение словом раскрывается в символических названиях романов. Лавр – символ исцеления, духовности, праведности. Авиатор – символ прошлого и настоящего. О чём бы ни писал Евгений Водолазкин, он пишет о сегодняшнем дне. И даже если он уходит в историю, то всё равно держит на прицеле современность. Его книги – серьёзное чтение в лучших традициях русской литературы. Они будут одинаково интересны как представителям старшего поколения, так и молодёжи. Ценители современного чтения называют его произведения качественной прозой для думающего читателя. Евгений Водолазкин претендует на звание классика отечественной литературы. Ещё один яркий, неожиданный литературный дебют. Гузель Яхина. Роман «Зулейха открывает глаза». Сначала молодая писательница с Казани написала сценарий «Зулейха открывает глаза». История раскулачивания казахских татар в 30-х годах прошлого века. Не найдя возможности реализации его в кино, создала одноимённый роман. Но он никак не публиковался. Его не брали даже столичные толстые журналы. Впервые текст был опубликован в новосибирском журнале «Сибирские огни». Тем временем рукопись оказалась в руках Людмилы Улицкой. Книга ей понравилась, и она порекомендовала роман своему издательству. Вот что она писала. Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы. Попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времён раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которое не так уж часто встречается в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы. Литературная судьба романа чем-то схожа с судьбой Лавра Водолазкина. В 2015 году «Зулейха открывает глаза» также получает премию «Большая книга Ясная поляна». Переводится на два десятка языков, получает огромное количество благодарных отзывов от читателей и надолго остаётся в топе продаж. После литературного успеха книга была экранизирована в виде восьмисерийного фильма на телеканале «Россия-1». Чтобы писать, надо страдать. Так, как счастливые люди не пишут. Эти слова принадлежат Марине Степнову. Изысканная проза этой писательницы завораживает с первых строк. Её творчество стало настоящим открытием. Исключительный стиль, уникальный слог, захватывающий сюжет придают её книгам обаяние и надолго сохраняют приятное послевкусие. Читатели восхищаются её творчеством, называя гениальным писателем сегодняшней русской словесности. Творчество её наполнено толстовскими, тургеневскими, чеховскими образами. Лауреат престижных литературных премий, большая книга, национальный бестселлер, Марина Степнова завоевала читательскую любовь и признание в литературных кругах. Сегодня, благодаря успеху книг Марина Степнова, российская литература обогатилась качественной прозой, претендующей на звание современной классики. Первый роман «Хирург» принёс автору известности и произвёл настоящий фурор. Критики сравнивают его со знаменитым романом «Зюзкин да парфюмер». С первого романа у автора проявился неповторимый стиль, богатый на эпитеты и метафоры язык. Авторская манера изложения очень узнаваема и в последующих романах. «Женщина Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад». Особое место в творчестве Марина Степновой занимает роман «Женщина Лазаря», переведённый на многие языки мира. Эта семейная сага по праву названа шедевром женской прозы. Трогательная история о жизни, о любви, о переплетении судеб, о предназначении происходит на фоне истории России XX века. Пронзительная история о женщинах с совершенно разной судьбой, разного возраста, живших в разное время, женщинах совершенно разных по характеру и по духу, но связанных с судьбой одного человека, учёного Лазаря Линта. Каждый из них счастлив и несчастен по-своему. К своим героям автор относится по-разному. К одним саркастично, к другим иронично, а к третьим с нежной снисходительностью, но ко всем с любовью. «Я люблю всех своих персонажей и переживаю за них, жалею всех без исключения, даже самых неприятных». Роман «Сад» – много роман писательницы. Середина XIX века. Имение Анна, князей Борятинских в Воронежской губернии. Техая счастливая жизнь в помещи и усадьбе, окружённой садом. Сразу возникает ощущение чеховского вишневого сада, символа грядущих перемен. И действительно, они не заставляют себя долго ждать. У князей Борятинских рождается поздний ребёнок, который буквально разваливает семью, казавшуюся идеальной. Что происходит и почему так резко меняется жизнь героев? Об этом вы можете узнать, прочитав книгу. Марина Степнова уверена, что читатель всегда ждёт одно и то же – историю, от которой нельзя оторваться. Героев, в которых веришь. Мир, который интереснее настоящего. Поэтому после прочтения книга для многих становится любимой. Её читают и перечитывают снова и снова. Но, разумеется, именами этих авторов-лауреатов не исчерпывает все существующее в современной литературе. Дарья Бабылёва – не так широко известное имя. Это российский прозаик, журналист, переводчик с немецкого и английского языков, автор рассказов в жанре мистики и магического реализма. В 1918 году у неё вышла книга в Юрке, роман в рассказах, в котором авторы следуют зловещую, из уного мира сторону жизни дачных посёлков, обители вечного лета. Книга Бабылёвы, вышедшая в серии «Самая страшная книга» и ставшая уже лауреатом в пары лет премий, рассказывает о дачном посёлке, который внезапно выпадает из привычной нам реальности и оказывается в реальности сказочно-мистической. Здесь царит вечное лето. Но, кроме того, присутствуют многочисленные мифические существа, вроде леших, русалок, кикимор и тому подобной нечисти. Уйти из посёлка нельзя, и снаружи путь в него закрыт. Удачный сюжетный ход позволил автору подробнейшим образом перебрать суровый летний уклад нашей жизни. Короткие истории складываются в единое целое. Она не пишет энциклопедию русской нечисти, не увлекается ужасами, не нагнетает, но рассказывает про спокойный мир дачного посёлка, в который однажды пришли другие. Пишет про людей в обстоятельствах. Не все могут это разглядеть. Любителям читать ужасы ради ужаса или тем, кто ничего не знает про славянскую нечисть, наверное, книга не понравится. А вот страшно становится из-за другого, из-за того, какая тонкая плёночка отделяет в нас в обычных людях человеческое от зверинок. Читаешь и думаешь, какие твари пришли к людям. А потом вдруг оказывается, что твари только пугают, да и то по незнанию, по непониманию человеческой природы. А страшны именно сами люди. Дарья Бабылёва написала так, что знаменитая южная готика меркнет на фоне её мистического триллера о жизни дачников среди персонажей из древней злой сказки леших, кикимов, русалок, домовых. Автор указывает читателю на вечную истину. Бойся не злых духов, Бойся соседа своего. Ещё одно имя. Пётр Олешковский. Русский писатель, теле- и радиоведущий, журналист, историк-археолог. Автор романов «Крепость», «Жизнеописание Харька», «Орликин», Владимир Чегринцев, «Рыба». Книги «Жизнеописание Харька и рыба» вошли в короткий список премии «Русский букер» в 1994-2006 годах. Роман «Крепость» стал лауреатом премии «Русский букер» в 2016 году. В 2020 году увидел свет роман «Секретики». Книга о воспитании, как это видит ребёнок, о семейных ценностях, об ушедших близких, о друзьях и дворовой чести, детских играх, интересных сюжетах и воспоминания, воспоминания, детство, отрочество, юность. Взросление героя пришлось на время оттепелей. Он смог поступить в институт, окончить его, хотя пресловутый пятый пункт так и преследовал его по пятам. В книге нет жалоб и сетований на эту тему, просто она затронута, тактично и ненавязчиво. Для людей старшего поколения это произведение, ностальгия по детству и юности, пришедшихся на советское время. Для людей, родившихся после, интерес к прошлому. Детство у всех разное. У кого-то тяжёлое, у кого-то радостное. Всё зависит от времени, в котором посчастливилось родиться, и от родителей зависит, который дарит это самое детство своему ребёнку. Слуг в книге лёгкий, весёлый и убедительный. Рекомендую к прочтению тем, кто интересуется мемуарами и биографиями, а ещё тем, кому не безразлично в советское время. Таковы предпочтения литературного сообщества сегодня и с начала XXI века. Литературная премия сегодня уже утрачивает свой авторитет. В 90-е годы на премии надеялись как на инструмент идеологической, эстетической децентрализации, а сейчас отсутствие общих ориентиров вызывает недоверие к ней. Время становится не только инструментом для ориентира на хорошую, качественную литературу, сколько её измерительным прибором, точным сколком того, что есть такое наша литература сегодня. В современной литературе можно выделить условно два тренда. Это литература, которая предлагает не думать, отправить мозги в отпуск, что называется, и литература, которая предлагает задуматься, то есть даёт пищу для души и ума. Первая отчётливо ориентирована на развлекательность, отдых, усладу для читателя. Это литература бизнес или часть бизнеса. И основная цель представителей данной литературы заработать. А вторая тенденция – это литература духовного содержания, но не религиозная, которая предлагает задуматься над происходящим вокруг и в себе. Эта литература, если не полностью бескорыстна, то во всяком случае не является бизнесом, поскольку ставит своей целью не зарабатывание денег, а приобщение читателя к высшим идеалам человеческой культуры и образцам человеческой жизни. Ведь литература может то, на что не способна никакая наука, поразить сердца людей истиной. Это и долг литературы, и её предназначение – сердцем истину постигать. Сегодня от литературы ждут новых идей и нового видения. Главная проблема, как и всегда, – это проблема идеала современной жизни. Литература, если она настоящая, способна изменять сознание людей, а значит и саму жизнь. Задача литературы – формировать новые идеалы, вспоминая вечные истины, доказывать их необходимость и возможность. Искусство слова состоит в умении промикнуть в сердце и, покорив его, заставить разум побуждать людей творить добро без оглядки. Литература – это крик, зов к человеку, призыв к лучшему в человеке. Писатель – не профессия, а призвание и служение, возможно, даже долг. Настоящий писатель – это пророк, потому как его совестью Бог судит происходящее. Когда признания нет, поэт, увы, свободен. Когда известен, раб пустой толпы. Он лишь тогда ей на потребу годен, когда творит за деньги, без любви, лишь без наград, без всякого признания, вдали от липкой жизни суеты. Творит он для себя, как в покаянии. Он дара – раб, а не людской – малвы. Читайте, познавайте, открывайте для себя новые имена в русской современной литературе. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова